Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем еженедельные выпуски Камчатка день за днём. В этих выпусках мы читаем старые газеты и узнаём, что в эти самые дни, но в разные годы, проходило на нашем полуострове. Сегодня мы узнаем, что имело место быть на Камчатке с 18 по 24 марта включительно, в веке 20-м, в годы совершенно разные. И мы приступаем к нашим увлекательнейшим историческим изысканиям. 18 марта, год 23 века минувшего, газета «Полярная звезда» в рубрике «Хроника» пишет «По восточному побережью севернее селение Еловка сильный падёж собак ввиду отсутствия корма». Село Еловка раньше существовало в Усть-Камчатском районе. Сейчас его уже нет, а на его месте стоит прекрасная база отдыха «Еловые дали». Очень рекомендую. Нам телеграфируют из Усть-Камчатска, что 9 марта начала действовать из пяти сопок Камчатского мыса одна сила извержения, Ключевской. Того же числа возобновил извержение Шевелюч с силою, превосходящую значительно Ключевскую. Ключевской Волком сообщает, что 4 февраля с 2 часов 30 минут до 3 часов 15 минут было сильное колебание земли с востока на запад. До настоящего времени ежедневно наблюдается лёгкое колебание земли в том же направлении. А разрушений нет. Кстати, обратим внимание, как долго шла почта. Газета вышла 18 марта. Из ключей информация рассказывает о 4 февраля. И ещё замечу, что на следующий день после выхода выпуска «Камчатка. День за днём» на Ютубе, на моём канале сервиса «Яндекс.Дзен». Канал называется также «Камчатка с Александром Петровым». Появляется текстовая версия выпуска «Камчатка. День за днём». И там вы можете прочитать полные тексты всех этих газетных вырезок. А мы движемся дальше. 19 марта. Год. 1944. Драмкружок базы «Анапка» Кичигинского комбината на днях показал на клубной сцене пьесу Гоголя «Женитьба». Собранные от постановки средства 2000 рублей драмкружковцы перечислили в фонд строительства авиаэскадрильи «Камчатка фронту». 20 марта. 1940 год. Газета «Камчатская правда». Домохозяйки помогут рыбакам перевыполнить план. На рыбных комбинатах Камчатки с каждым днём всё шире развертывается движение по вовлечению домашних хозяек в производственную жизнь. В Метогенском комбинате заключено 37 договоров с домохозяйками, которые взяли обязательства в дни весенней путины, обработать 3130 и убрать в бочке 2590 центнеров сельди. Во время летней путины обработать 1 116 600 штук лососёвой рыбы, затарировать 19450 центнеров готовой продукции. 56 домохозяек Карагинского комбината, заключив договоры, взялись обработать на резке 349 600 рыб, на мойке 328 900, по соли 85 800. Многие из них взяли индивидуальные обязательства. Домохозяйки товарищей Сельтакова и Листерова изъявили желание работать на резке и приняли план обработать по 131 000 рыб. Товарища Львова на засолке 117 000, товарищ Лихошорстова на мойке 89 700 рыб. В Абачинском комбинате на помощь рыбакам выходят 54 домохозяйки. Продолжаем наше чтение. Кинопередвижка в руках у хулигана. Так называется статья, опубликованная 21 марта 1937 года на страницах Камчатской правды. С передвижкой и кинокартинами разъезжает по западному берегу киномеханик Баринов. Недавно он приехал в Пымкинский рыбокомбинат. Рабочие, не видав 8 месяцев кино, очень обрадовались предстоящему удовольствию. Но удовольствия не получили. Напившийся вдрызг Баринов так гнал картину, что зрители ничего не могли понять из того, что творилось на экране. Несмотря на крики протеста и требования снизить скорость, картина была в этом темпе доведена до конца. Другие сеансы также изобиловали всякими неожиданностями. Заведующего сельхозфермы Юдина Баринов попытался не пустить на сеанс, хотя у того был оплаченный билет. Оказалось, что перед этим Юдин отказал Баринову в бесплатной выдача корма для собакки на передвижке. Здравствуй, Родина моя! Вышит за нами взвесья! Надо прибавить, что с ребятишек на детских сеансах Баринов за билет берет столько же, сколько и со взрослых, что он постоянно пьян на работе и безобразно ругается, не обращая ни на кого внимания. День следующий. 22 марта, год 1919. Газета «Камчатский Вестник» сообщает, что в этот день состоится общедоступное лото. Начало 8 часов вечера, вход без рекомендации, цена за вход 50 копеек. И в этом же номере газеты, в разделе «Хроники» сообщается, что с первым пароходом в Петропавловск возвращается епископ Камчатский. Речь идет о епископе Камчатском и Петропавловском Несторе, Анисимове, великом Камчатском мессиаере. Также газета сообщает, что в четверг 20 марта 1919 года, напомню, в четверг 20 марта пронесшимся ураганом в городе с некоторых домов снесло крыши и попалило трубы. День следующий. 23 марта, год 1939. Педагоги и учащиеся школы имени Толстого включились в предсъездовское социалистическое соревнование, пишет секретарь комитета ВЛКСМ Мазурова. Директор школы, товарищ Логинов и педагог Сапунцова обязались добиться по своим предметам стопроцентной успеваемости. Но это не точно. Комсомольцы Акшинская, Леонов, Яковлева, Журавлева, ученицы 7 класса Аброславец взяли на себя обязательство сдать нормы на значок ВС, изучить станковый ручной пулемет, гранату, сдать нормы на значок ПВХО. Значок ВС, это значит вооруженные силы, значок ПВХО, значит значок противовоздушно-химической обороны. И последний день, который мы сегодня рассмотрим, это 24 марта, год 1935, газета «Камчатская правда». Заметка «Прекрасный отдых». 17 марта группа динамовцев в составе товарищей Грицук, Сопрыкина, Атажанова, Степанчикова, Юрьева и Казарина под руководством товарища Катусенко сделали лыжную вылазку в село Паратунку. Динамовцы по пути своего пробега останавливались в село Ховачье и Николаевка и привезли туда колхозникам и школьникам свежие номера газеты «Камчатская правда», учебное пособие и т.д. Несмотря на сильную пургу, лыжный пробег динамовцев завершился блестяще. Всем физкультурникам и трудящимся города следует рекомендовать делать такие вылазки в Паратунку, где можно, кстати, искупаться в горячих ключах. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что проходило на Камчатке в веки минувшем, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропускать новые видео на канале. До свидания.